Всем привет-привет! С вами Лаврентия Валёна, и сегодня выполним маникюр с гель-лаком из новой коллекции моей совместно с Рунейл. Но сначала, конечно, мы избавимся от старого покрытия. Тут, кстати, также был Рунейл, предыдущий вариант этого маникюра, здесь был градиент. А сегодня мы снимаем и будем убирать длину. Кстати говоря, для этого я использую циркуль. Ну вот, наконец-то, геометрия пригодилась мне в жизни. Вот прям хочется восклицать об этом. На самом деле, шутки в сторону, действительно, циркуль очень удобная штука для того, чтобы не испытывать свою глазомер на прочность, а сразу сделать все как нужно. Потому что бывает присматриваешься, приравниваешь эти ногти, а все равно они могут разниться. Поэтому просто отмеряем как нужно. Дальше в работе у меня обязательно пушер. Я очень люблю, когда кончик вот такой вот скошенный. Тальк, естественно, тальк у меня всегда в маникюре. Нужен он для того, чтобы фрезы не забивались и убрать лишнюю влагу и жир. После этого переходим к опилу. Я уже убрала ненужную длину. И дальше я использую пилочку на вспененной основе 180 грит. Кстати говоря, эти пенки, они сменные. То есть металлическая основа со мной остается всегда. А файлы я, естественно, при каждом клиенте, ну точнее для каждого клиента беру новые. И часто спрашивают, а почему пенка? Вот почему нельзя там, например, на деревяшке пилить? Мне не нравится, что невспененная основа, она не амортизирует. Она как бы не обнимает наш ноготочек. В общем, по мне, эта копила получается более плавной. Дальше у нас сама непосредственно обработка фрезой. И фрезу я здесь выбрала пульку. Наверное, она так называется. Ну или напишите в комментариях, кто знает ее какое-то, может быть, другое название. Но, в общем, смысл заключается в том, что у нее тупой, достаточно широкий кончик. Это нам позволяет хорошо поднять кутикулу. Ну а тельцем фрезы я легко счищаю боковые валики. Дальше у нас срезы. Для этого у меня, как всегда, длиннополотные кусачки. Я любительница таких, знаете, топоров подлиннее. И мне совсем не мешает пятка, потому что держу эти кусачки я правильно, чуть подняв пяточку. Все наше прекрасное действие я завершаю шлифовкой. И тут случился факап, на самом деле, не нужно было это вставлять. Здесь я немножко тестирую кое-какой продукт, пенку голубого цвета, но об этом чуть позже. Переходим к покрытию. У нас тут дегидратор, праймер, все по стандарту. И дальше мы будем использовать базу. В моем случае это эластичная база, которая просто идеально подойдет в качестве подложки. Кстати говоря, подложку мы наносим абсолютно всегда. Гели, полигели. И даже под базу, на самом деле, нужно наносить подложку из базы. Вот такое масло масляное. И нужно это для того, чтобы перестраховаться, защитить себя и своего клиента от ожогов. Потому что никто не застрахован от того, что, например, лампа будет чуть хуже сушить, потому что она устала. Или мастер возьмет чуть более толстый слой материала, чем было нужно. И тогда это может не просохнуть. Ну а за три недели непрерывного контакта с ногтевой пластиной, конечно, даст ожоги, аллергические реакции и бог знает, что еще. В общем, перестраховка наша все. Ведь базу из подложки нанести, точнее подложку из базы запуталась. Подложку из базы нанести совсем недолго, но вы будете в безопасности. Дальше по стандарту у меня был гель, чуть-чуть пильнули и, наконец-то, он. Красивый гель-лак цвета, наверное, баклажан. Ну или слива. Не знаю, кому как больше нравится. В общем, это темный, глубокий, насыщенный, почти космический оттенок с вкраплениями шиммера. Также в цвет самого оттенка гель-лака. Это, безусловно, хит. И клиенты в нашем салоне очень часто выбирают такой оттенок. Поэтому я решила добавить его в свою коллекцию гель-лаков. После того, как мы нанесли цвет, кстати говоря, цвет у нас наносится в два слоя. И это не случайно, потому что эти цветники совместно с Рунейл, которые выпущены... Кстати, заметили, да? Короче, эти цветники, они идут двуслойные, потому что это не только продукт для профессионалов, а также продукт для тех мастеров или потенциальных мастеров, которые хотят что-то попробовать на себе, хотят купить себе домой любимый оттенок гель-лака. Вот именно для этого. Потому что однослойники – это исключительно профессиональный продукт, и работать с ними могут только профи. Ну, а у нас уже закончен этап покрытия топом, и мы пельнули немного изнутри. И, конечно, маслом. Уходовая часть любой процедуры – это масло, в моем случае, оно было сухое. И давайте посмотрим поближе, что же у нас получилось. А получилось у нас нереальная красота. Конечно, на этот оттенок любоваться можно просто бесконечно. А вам я хочу сказать большое спасибо за просмотр. То, что были со мной, мне было приятно. И всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok